Всем огромный привет, мои хорошие! У меня в последнее время было мало роликов, потому что у меня был такой второй круг болезни, я на самом деле вообще сама тоже в шоке, поэтому голос у меня до сих пор еще немножечко не возобновился, прошу прощения за это. В общем, в этом ролике покажу вам те продукты, которые я купила вчера, сегодня. Некоторые продукты я заказала доставкой, потому что ездить лишний раз куда-то и встречаться с людьми пока еще не могу, потому что, ну, боюсь кого-нибудь заразить. Некоторые продукты покупал мой муж, а некоторые привезли мне доставкой. Короче, было довольно много всего, но первое, то, что мы вчера уже испробовали, вернее не испробовали, а вообще то, что покупаем время от времени, особенно зимой, мой муж делает глинтвейн. И когда он делает глинтвейн, он покупает всегда определенные специи. Выглядят они вот так, и это самые вкусные специи вообще на свете, потому что, во-первых, кстати, они вообще недорогие, самое классное то, что у них очень хороший состав, то есть там только специи и все, то есть там нет сахара, мы делаем, вернее, Саша делает глинтвейн только из сухого вина, немного добавляет воды, никогда не доводит до кипения всю вот эту вот массу, да, варит какое-то определенное количество времени. Если вам интересно, пишите, мы тогда вместе с мужем снимем, как это делаем, но это было, правда, очень вкусно, и, в общем, это горячий напиток, который согревает, согревает, согревает. Ну, а так как я вообще любитель кофе, и время от времени мы пьем глинтвейн, мы вчера выпили, и вчера же я начала как раз-таки курс отбеливания опять от Райджел, заказала это, я брала уже на Wildberries, и там сейчас очень большие акции на них, это отбеливающие полоски для зубов. Я сейчас перед тем, как снимать это видео, наклеила на зубы две полоски, и, ну, я не знаю, просто заметно или нет, потому что все-таки камера, она немножечко в любом случае искажает, но реально очень сильно заметно, даже с первого раза, особенно, когда, если вы там, опять же, попили красное вино или там попили кофе, остается такой налет, который зубной щеткой, ну, просто не стирается. А обычные отбеливатели для зубов, так скажем, да, они вредные, ну, потому что там содержатся вот это вот химикаты всякие, да, которые разъедают эмаль постепенно. Райджел – это абсолютно безопасные полоски для отбеливания, которые можно использовать даже к чувствительным зубам. Короче, я их использую уже очень давно, и они мне реально нравятся. Это очень легко, вот, то есть вы просто берете, наклеиваете на зубки, ждете буквально там в течение 15 минут, они сами растворяются, вам ничего не нужно там дополнительно как-то их смывать, то есть просто растворяется слюной, и все. Они имеют такой антивактериальный эффект, то есть я, опять же, скажу, что я не чищу зубы на ночь, вместо этого я использую полосочки Райджел, то есть даже не каждая зубная щетка может полностью удалить все бактерии, да, там, ну, все вот это нехорошее из полости рта. Полосочки Райджел с этим просто прекрасно справляются. Курс две упаковки вот таких вот, наверх и на низ. И если пользоваться прям вот полностью курсом, это реально очень заметно. То, что так как они имеют мятный вкус, они освежают дыхание, то есть их можно использовать еще и как освежитель дыхания перед, например, каким-то мероприятием. К чему я это все говорю? Скоро у нас 14 февраля, так что это вообще прекрасный подарок на 14 февраля. Мамам, любимам, мужчинам, женщинам, вообще всем, особенно если есть какие-то вредные привычки, очень классные полоски, которые могут действительно прям вот очень хорошо осветлить вашу эмаль. Сейчас у них на сайте на официальном проходит акция 3, 3 упаковки Райджел, такие вот коробки по цене одной. И также вы можете эти полосочки купить на Wildberries, там тоже они есть, сейчас тоже на них акция, скидки. Если вы хотите попробовать, то заходите, я вам все ссылочки внизу под роликом оставлю, заходите. И давайте вместе с вами посмотрим, что же я купила из продуктов для себя, для моей семьи. И вообще вспомнила, что я довольно давно не покупала рыбу, и что касается и меня, и Саши, мужа, да, и моей дочки Сони. Единственное, что Соня очень не любит косточки, поэтому ей прям приходится все прям до филе прям делать. Но мы очень любим дорадо. Дорадо это рыба, которая супер богата белком, в которой очень мало жира, в которой настолько просто колоссальнейшее количество белка. Вот одна рыбка на ужин вместе с овощами, и это просто будет обалденно. У вас и кожа будет красивая. Вот такие вот две дорадо. У меня это 400-600, то есть они есть, по-моему, 600-800, такие побольше. Вот эти вот они такие средненькие. Нам две рыбехи вот таких на троих. Что я с ней делаю? Я ее просто запекаю. Я ее... Она у меня здесь не потрошенная, то есть я ее... В общем, если хотите, я вам покажу. Давайте я вам как раз покажу. Я сегодня сниму, и в следующем видео покажу, как я делаю дорадо. Получается потрясающе. Очень вкусно, очень полезно. Едят все. Поверьте мне, даже дети будут в восторге. Готовятся очень просто, буквально за 20-30 минут. Дальше из такого мясного я взяла тушку цыпленка, потому что вся моя семья очень любит просто вареную курицу. Как-то не хочется заморачиваться котлетами, не хочется заморачиваться чем-нибудь таким, я просто беру либо бедрышки, либо голени, либо куриную грудку. Просто не все они у меня едят куриную грудку, поэтому я обычно покупаю целиковую курицу, грудку съедаю сама или вместе с мужем. А Соня у меня очень любит ножки, очень любит бедрышки. Поэтому вот такая вот целая курица, я ее просто сварю. И у меня, в общем, дочка с огромным удовольствием будет это есть. Являемся фанатами макарон, поэтому опять вот такие вот макароны. Макароны из твердых сортов пшеницы При похудении их тоже можно есть С большим удовольствием ест моя дочка На самом деле я сейчас поняла, что мне довольно проблематично Говорить вот так вот, особенно говорить Быстро и много Поэтому я буду отвлекаться на водичку Еще иногда у меня будут течь слезы Потому что я очень рада вас видеть Все это шуточки шуточками, в общем, поехали дальше Лапша, которая называется Лингвини Это не просто вермишель, она такая плоская И самое главное сделать это аль денте Потому что, знаете, у меня муж говорит, что у меня самые вкусные макароны Потому что я все время их немножечко недовариваю Я это делаю сознательно, специально А потом уже, когда ты достаешь макароны Начинаешь их разогревать То есть они уже доходят до вот этого идеального состояния аль денте Это очень вкусно А еще если перед тем, как вы собираетесь съесть макароны Если добавить туда немного растительного масла И посыпать любимыми приправами Это будет прям вообще классно Макароны из твердых сортов пшеницы Реально полезные Это сложные углеводы, это хорошо для кишечника Хорошо для желудка, так что обязательно ешьте Мини-романа Я хотела руколу Но руколы просто нигде нет, серьезно Мы уже пошли в обычный магазин для того, чтобы он купил руколу Потому что я ее обожаю А вот это вот мини-романа Это такой салатик, который обычно Ну, обычный романа добавляют в салат Сезарь А мини, он такой, он очень нежный и очень классный Вообще, в последнее время Я, кстати, купила несколько дней назад Но я его уже съела Сыр, который называется строчителла И это просто вообще потрясающе Особенно вот специально я куплю еще этот сыр Вот, и особенно с помидорками Это у меня бакинские помидорки Очень вкусные такие Они сладенькие Они не очень, ну, они как бы жесткие Но они внутри очень такие сочные, спелые, классные И вот столько вот взяла Это как раз-таки на салат со строчителлой Там руккола Довольно большое количество помидорок Кедровые орешки И сыр строчителла А, и самое главное Это бальзамический соус Все, все это перемешиваете Вообще больше ничего не надо Потрясающе вкусно Взяла молоко Вообще я взяла 6 штук Короче, молоко 2,5% Опять же, кофе Или там вермишевку сделать с молоком Дочка любит, да и я тоже Очень круто то, что вот доставка Да, доставка из магазина бывает сейчас Доставок просто огромное количество И вот я заказала там шею У меня в общей сложности Из одного магазина Притащили 22,5 килограмма Бывало, что я такие Тяжести на четвертый этаж тащила Просто это вот правда очень удобно Так что, если вам нужно что-то прям очень много купить Вот заказывайте реально Доставка недорогая Но тащить это все реально как бы Короче, я поняла, что доставка это очень хорошо Это у меня яблочки Гала Это мои любимые яблочки в последнее время Вообще я обожаю Грени Смит Но, видимо, сейчас у них не сезон вообще И все Грени Смит Практически во всех магазинах Они какие-то тухлые, уже желтые Именно в данный момент я перешла именно на Галу Когда будут нормальные Грени Смит Они менее сахарные, менее сладкие Именно Грени Смит Поэтому я их очень люблю Ну вот пока ем вот такие вот И дочка у меня тоже их очень любит И я для себя открыла еще одни яблочки Которые называются медовый хруст Они выглядят как обычные яблочки Которые, знаете, просто вот как с огорода Но они реально медовые Ну то есть они очень сладкие И они очень сильно хрустящие Это как раз вот к тем людям Которые, как и я, не любят ватные яблоки Я не знаю, они очень сочные Там прям много воды Саша Соня купила их любимые Вот эти вот дымовские молочные сосиски Для того, чтобы дрессировать Джима иногда я покупаю ему колбасу Ну у меня и дочка ее с удовольствием ест И маленькими кусочками на дрессировку Джиме беру просто докторскую колбасу обычно А, что хотела показать Не из еды Я покупаю вот такие вот пакетики Многоразовые для того, чтобы упаковывать еду Ну то есть что-то осталось, да Чтобы не брать большой контейнер Если нужно что-то закрыть, например, в тарелке Или в чашке у вас там что-то осталось Такие целлофановые пакетики на резиночке Я их покупала раньше все время либо в хозяйственных магазинах Либо в крупных супермаркетах Но я пошла дальше Я посмотрела на Вайлдберрис Нашла пакеты пищевые на резинке Вот такие вот гигантские Вот такой вот у них номер Здесь их 100 штук Короче, посмотрите Они выглядят, знаете, как шапочка для душа такая целлофановая Но суть в том, что как бы, да, этот целлофан Да, это не очень экологично Но в любом случае вы пользуетесь ими несколько Ну то есть много раз, несколько раз Их можно промывать В общем, они реально долгоиграющие, классные Сонечке взяла ее любимые вот эти вот чудо-коктейли Это с клубникой три штучки И вот такие вот шоколадные Один она уже выпила Помню, в детстве тоже я, я очень любила вот эти чудо-шоколад Это просто... У меня Соня очень любит мармелад Поэтому заказала ей вот такие мармеладные дольки Ну просто обычные, знаете, такие Обычные мармеладные дольки в сахаре Закончилась у нас вся соль И купила я морскую соль, крупную Я стараюсь все время брать йодированную соль Ну потому что йод это полезно И откуда как ни соль его брать Морская соль крупная Такая вот крупная-крупная Она для мельнички Мелкую, вот эта фирма мне очень нравится Классная соль, хорошая Расходуется, ну то есть она прям такая соленая Расходуется не очень быстро И вот это вот уже просто, чтобы там что-то посолить В общем, не для мельнички А, прикол, я заказала доставку Ну, хотела мандарины купить Ну, купила мандарины Один мандарин Я посмотрела, как я взвесила Он просто один огромный Ну, как бы, хороший мандарин Но он один Почему он один? Несчастный мандарин Надо его срочно съесть В общем, ладно, прошу прощения За мой несчастный красный нос Не буду уж я это скрывать Ну, как бы, ну да, оно заболело Ну, бывает, с кем не бывает Люблю я в глобусе вот такие вот запеканки творожные У них там сырники И вот такие вот творожные запеканки Очень вкусно Ну, очень вкусно Иногда у меня и муж с большим удовольствием на завтрак ест И дочка у меня с большим удовольствием Но они, правда, вот, хорошо делают Прям молодцы Из творожного Вот такой вот творог из Вологды Я очень люблю вообще У них и вологодское масло очень хорошее Творог обычно в последнее время покупаем на 5% То есть это не очень жирный Коробка из кореновки вот такой вот 5% Ни разу не пробовала Буду пробовать тоже 5% Савушкин тоже вот такой вот творог классический В общем, в него я добавляю все что угодно Я в него могу добавить либо варенье без сахара Либо варенье с уменьшенным количеством сахара Либо вот тоже взяла вот такой вот сироп Цикория Это в правильном отделе В таком продается Это тоже в гипермаркете И они есть в интернет-магазинах По-моему, даже на Wildberries Там где-то можно тоже его купить Вот такой вот сироп Именно цикория Он очень классный Он не супер сладкий Он не приторный Но прям вот вкусный-вкусный Я прям очень вам могу посоветовать А немецкий цельнозерновой хлебушек С которым я делаю завтрак Сегодняшний завтрак у меня тоже был С таким цельнозерновым хлебом И на него я положила вот такой риет Ну, в общем, сейчас он вот этот вот С лососем по акции По-моему, 99 рублей он стоит И вот этот вот риет из кумбрии С черносливом Чуть пожирнее, конечно Но раньше прям часто их покупала Но так как все-таки кабыжу у него изменилось Сейчас, ну, время от времени себя балую Потому что, ну, он вкусный Как бы, да И в любом случае содержание белка Там довольно такое нормальное То есть немало Своим купила чиабат У меня все очень любят чиабат Причем самое странное то, что Вот эта чиабат Она с оливками У меня муж просто ненавидит оливки Дочка просто не ест Но чиабат С оливками едят у меня все Ну, то есть она прям вкусная Классная Но другое дело, что как бы я не ем белый хлеб Соня взяла два вот таких батончика Байт Она берет их с собой в школу В продленку Либо вот и школу придет Съест В общем, вкусно, классно Самые вкусные на свете Смесь для салата Цезарь Это уже в гипермаркетах нету Я не знаю почему Саша, по-моему, берет в ярче Вот он недавно тоже сходил Купил прям много Саша взял себе свои любимые сухарики Для Цезаря Вот такие крутонов Он все время берет с чесноком Вкусные, классные То есть и на много раз Опять же, я себе в салаты сухарики не использую Моя любовь это семечки Когда просто очень сильно хочется там что-нибудь схомячить Я думаю, нет Я лучше правильных жиров поем Жареный, но без соли Из сыра Мой любимый С голубой плесенью Но он не слишком термоядерный То есть тут плесень Она очень-очень нежная Такая мягкая Особенно с вареньем Это просто с медом Шикарно Мне попалась аскорбинка Я для Сонечки купила аскорбинку Знаете, как у нас с детства была? Это джерки сыровянина Из курицы и из говядины Они без сахара Они типа кето-френдли Короче, можно всем Лишнего ничего нет Здесь только мясо и соль Если, например, говорить про закуски То в большинстве них есть сахар Есть какие-то такие ингредиенты Которые очень вредны Вот эти не вредные Из сыра Мой любимый альметы Сливочный сыр Беру обычно вообще хохланд Вернее, раньше брала Сейчас в последнее время беру именно альметы Потому что у него состав получше Цезоролы Какие-то буррито В общем, вот это вот все Я делаю именно с вот этим творожным сыром Сонечке взяла ее любимую кукурузу Она ее обожает Просто в микроволновке ее разогреваю Немножечко посыпаю солью И все готово У меня ребенок просто доволен Я очень рада, что вы посмотрели этот ролик до конца И не забывайте обязательно смотреть на сайте Ватберес И на сайте Райджел Вот такие вот полосочки Ну, очень классный подарок Действительно, прям такой практичный И очень нужный абсолютно всем Потому что дело даже не только в отбеливании Сколько еще и в здоровье зубов Полости рта В общем, штука классная Я прям очень люблю Всех целую, обнимаю До следующего ролика В котором мы с вами приготовим дорадо Интересно? Напишите мне об этом внизу под видео Всех целую, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok